Договор цессии широко применяется в коммерческой деятельности. Часто таким договором не совсем верно называют договор уступки права требования. В обычном соглашении по уступке вместе с правами возможно переуступка связанных с ним обязанностей. Именно факт передачи обязанностей отличает простой договор уступки от договора цессия, который тоже является договором переуступки прав, но без обязанностей. Например, когда банк переуступает право получения денег по кредиту, он передает контрагенту лишь право. Иными словами, договор цессии смена прав требования, когда один кредитор передает право требовать долг другому кредитору. Согласно текущему законодательству, такая смена прав допускается на основании сделки, на основании закона. В первом случае будет иметь место именно цессия. Как правило, необходимость в таком договоре возникает и в случае проблем с взысканием долга или необходимостью его распределения. Например, при разводе супругов-должников. Контрагентами цессионной сделки выступает цедент, предыдущий кредитор, и цессионарий, новый кредитор. Документ, подтверждающий передачу прав, называется титул. Цедент ответственный за подлинность документов, за действительность передаваемых прав, но не отвечает за дальнейшую их реализацию стессионария. Например, в ситуации, когда должник не выплачивает долг, проведение такой сделки не предполагает получения согласия самого должника. Предполагается лишь уведомление о смене контрагента и то, когда уступка долга происходит до истечения срока действия кредитного договора. Договор может быть как двусторонним, так и трех, в случае, когда предполагается подпись должника. Составляется по стандартной схеме предмет, цедент передает право цессионарию, безвозмездная передача или возмездная, порядок расчетов, процедура перехода уступаемых прав, ответственность сторон, порядок расторжения и порядок разрешения споров. Такой договор оформляется в соответствии с первичной сделкой. Переход права происходит после его подписания. Однако, если оригинальная сделка была письменная, нотариально заверенная и прошедшая госрегистрацию, то и договор цессии тоже должен быть таким же. Более того, в случае отказа от сессионария от требуемых процедур, первая сторона вправе обратиться в суд с целью обязать контрагента выполнить законные требования. Какие права передавать запрещено законодательство? По договору цессии вы можете уступить право требования, принадлежащее вам на основании обязательства. Нельзя уступать требования, уступка которых запрещена законом, пункт 1 ст. 388 ГК РФ. В частности, не допускается уступка прав по договору об ипотеке или обеспеченному ипотекой обязательству права, по которым удостоверены закладной. Кроме того, нельзя уступать требования, связанные с личностью кредитора, например, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, ст. 383 ГК РФ. Договор цессии между физлицами должен содержать следующие пункты. Преамбула, место и дата подписания договора. Стороны, цеденты, цессионалии с указанием их фамилии и имя, отчество. Предмет договора, цена договора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон. Санкции за нарушения. Порядок разрешения споров. Порядок расторжения договора. Если лица предусмотрели что-то иное, эти условия также включаются в договор. Договор цессии между юридическими лицами составляется по той же схеме и в целом не отличается от договора между физлицами. Однако здесь есть свои нюансы. Так, в качестве стороны подписанта указывается представитель юрлица, его должность и документ, на основании которого он действует. Например, на основании устава организации. Группные сделки, как правило, происходят с одобрения совета директоров или иных определенных уставом предприятий органов руководства. Заключить договор цессии гораздо выгоднее с коммерческой точки зрения. Вместо многомесячной судебной процедуры и последующих временных издержек, кредитор получает возможность исполнения своих оборотных средств. А если кредитор сам является должником, то через подачу своего требования кредитору он может закрыть, либо частично решить свою долговую проблему. Чтобы весь процесс заключения договора цессии с самого начала не доставил вам хлопот, мы рекомендуем обращать пристальное внимание на все его этапы. Идеальный вариант – помощь квалифицированного специалиста. Так, обратившись в компанию Роско, которая предоставляет широкий спектр услуг, а именно юридические, аудиторские, бухгалтерские, регистрационные, вы можете быть уверены, что составленные при нашем профессиональном участии документы будут соответствовать всем необходимым требованиям и гарантированно уберегут вас от любых неожиданностей. Редактор субтитров А.Семкин